Всем привет! Меня зовут Стрэндж и я верю, что люди должны знать правду. А часто ли вы летаете? Часто ли вы задумываетесь о реальной природе авиакатастроф? В моих руках сейчас очередной секретный файл из проекта Медиум. В этот раз речь пойдет о самолетах, но вы уже догадались. А вернее, но вы скоро сами все узнаете. Не забывайте, в разделе плейлисты проект Медиум вы найдете множество других очень интересных и очень страшных историй. И хочу вас предупредить, если вы не хотите потерять навсегда спокойный сон, то выключите это видео и живите дальше в неведомье. В целях безопасности моего источника все имена изменены, а секретным данным предан художественный окрас. Итак, я начинаю. Рейс был обычным, можно сказать даже рутинным, скучным. Молодой, широкоплечий мужчина откинулся в кресло у иллюминатора. Рука постоянно соскальзывала с подлокотника. Рядом сидела полная женщина, от которой пахла пота. Она пыталась затрепировать в запах конской дозы парфюма, что в итоге создало просто невыносимый букет. Мужчина поежился, начинала поташнивать. Полеты он всегда переносил плохо, хоть и привык к ним, насколько это было возможно. Ничего страшного, еще несколько часов и Вашингтон. А там можно будет ступить на родную землю аэропорта Вашингтон-Даллас Интернешнл, проехать полчаса на такси до Фаннелл Парк и как следует выспаться. Мужчина задумчиво смотрел через двойное стекло, видя свое размытое отражение. В салоне было тихо, все дремали. Только шум мощных авиационных двигателей мирным гулом стоял в ушах. В общем, гули иногда раздавались приглушенные, пищащие вспышки. Где-то неподалеку мальчик играл на портативной консуле. Мужчина еще раз неодобрительно посмотрел на женщину, кропящую по соседству. Нет, ну а зубы она чистит вообще. Еще и голову повернуло специально ко мне. Самое лучшее сейчас отвернуться, устроиться как можно удобнее и еще часок поспать. Терпи, Бенни, терпи, все скоро кончится. Вдруг самолет начала потряхивать. Сначала легкой рябе, а потом все сильнее. Пассажиры стали просыпаться, взволнованно смотреть в иллюминаторы. Внезапно включилось общее освещение. Через несколько мгновений раздался детский плач. Мужчина вцепился в миг вспотевшими ладонями в подлокотник и почувствовал нутром, как самолет начал снижаться. Так-так, все в порядке, мы же просто идем на снижение перед посадкой. Раздался легкий шум радио и в салоне зазвучал доброжелательный тон главного пилота. Старшая стердеса стояла на штатном месте и улыбалась. Если приглядеться пристальнее, то можно было увидеть, как ее нижняя губа легонько подрагивает. После этих слов у мужчины отлегло от сердца. Ну все точно, просто приступаем к снижению. Но пилот продолжал. Мы входим в грозовой фронт. Причин для волнений нет. Возможно, небольшая турбулентность. Пристегните ремни и приведите сиденье в строгое вертикальное положение. Уберите откидные столики. Мужчина снова повернулся к окну. Какой еще к чертовой матери грозовой фронт? Просто кромешная темнота повсюду, ни облаков, ничего. Вдруг случилось нечто, заставившее всех пассажиров по правому борту прильнуть к иллюминаторам и замереть от удивления и страха. К самолету приближалась громадная вспышка света, как будто большой шар, выпущенный из катапульты. Медленно, но неотвратимо. Свет в самолете погас. Стало тихо. Никто в этот момент не догадывался, что просто отказали двигатели. Кто-то вскрикнул. В этот момент мужчина почувствовал, как все внутри собирается кверху, как будто в лифте, когда он резко поехал вниз. Самолет начал падать. Сводка происшествия. Оперативный журнал сотрудника RLC Вашингтон-Даллас Интернешнл. 24 июня 2017 год. В 01.27 после полуночи с радаров исчез борт номер Ю-239. Рейс Тюрих-Вашингтон. Предварительная причина. Отказ электронно-цифровых управляющих контроллеров. Автопилот. В 100 километрах от Вашингтона, в районе Анаполиса, Мэриленд, приземлился военный вертолет. Приземлился прямо на поляну в редкой лесополосе. Из вертолета вышли двое. Первым был Джон Войтович. Сильный, высокий, пожалуй, мужчина в джинсах и черной рубашке. Заправленный под ремень. На боку пистолетная кобура. Следом за ним из вертолета выпрыгнул Стивен Сандерс. Правая рука и помощник. Лучший оперативник отдела специальных исследований. Две нагрудные кобуры были ладно пригнаны к груди под черной джинсовкой. На лице неизменные черные очки. Двое спецагентов пошли к месту крушения самолета. Все шло не по плану. Территория была отцеплена. Трудились специалисты и бойцы национальной гвардии. Этих пронер только здесь не хватало. Байонизированные гражданские, как их про себя называл Войтович. Дилетанты затопчут все следы и все изуродуют. А потом будут с женом в поселе рассказывать о геройствах на месте происшествия. Твою-то мать! Стивен! Откуда поступил сигнал? Оперативник поправил бейсболку. Экипаж самолета вел радиообмен с радиолокационной станции аэродрома. Отработала наша разведка. Случай аномальный. Да уж. Как эти придурки оказались здесь раньше нас? Войтович. Ну, в трех нацгвардейцев, которые с помощью автокрана и божьей помощи пытались поднять здоровенный обломок с отверстием разбитого иллюминатора. Крушение самолета. Первым о нем доложили очевидцы из местных. Нацгвардия была мобилизована по тревоге. Да вы сами все понимаете, Джон. Да, все как обычно. Слушай, Стивен, давай их старшего, веди прямо вертолет. Я буду там. Узнай еще, может ли где-нибудь здесь вообще можно ли раздобыть хоть чашку кофе, а? Через час пролетят наши техники. Так точно, сэр. Радиообмен. Высота 10 тысяч метров. Через 12 минут приступаем к снижению. Пролетаем над материковой частью. Борт Е-239, переходите на ручное управление. Мы готовим вас принять. Зафиксируйте. Предположительно, грозовой фронт. Вижу по фронту множественные вспышки света. Подожите вращение. Вспышки приближаются к борту. Нет, нет, нет. Снова вспышка света и крушение самолета. Случай не первый. Такое случалось и раньше. Требуется провести доскональное расследование и выяснить все обстоятельства. Может быть и вправду самолет угодил в грозовой фронт, но не исключалась и возможность контакта с шаровой молнией. Но Войтович чувствовал своим чутьем. Здесь именно их случай. Кроме того, была запрошена подробная метеосводка. Никаких грозовых фронтов не намечалось ни в этот день, ни за неделю до, ни на неделю вперед. Ясное, чистое летнее небо. Войтович посмотрел в иллюминатор вертолета, салон которого был оборудован для длительных перелетов. Двухъяростная койка, стол, стулья, префиксированные к полу. Был даже биотуалет, небольшой душ и микроволновка. За бортом трое мужчин толкали перед собой две каталки, на которых были черные пакеты, наполненные содержимым. Трупы или останки трупов. Дверь вертолета распахнулась. Сэр, разрешите? Я привел командира 12-й роты нацгвардии. В вертолет вошел толстый мужчина в военной форме, без знаков различия. На голове была черная бандана, глаза скрыты под темными очками, во рту дешманская, почти выкуренная сигара. Не дать не взять, техасский рейнджер в вашингтонском исполнении. Войтович не хотел терять время, а персонаж попался характерный. Наверняка себя считает большой шишкой, контролирующей всю ситуацию здесь в едином лице. Эх, Войтович встал из-за стола и сразу же достал удостоверение прикрытия. Приветствую вас, я агент ФБР Томаш Борецкий. Войтович протянул руку, но командир нацгвардии сделал вид, что не заметил ее. Свою руку он подвел к виску и отдал короткое воинское приветствие, немного пренебрежительное. Командир отдельной 12-й роты Национальной гвардии ОКР Коламбия, Патрик Трифиоли. А, так он еще и итальяшка. Чудесный день. Все ясно, садитесь. Войтович указал мужчине на стул и безапелляционно продолжил. Мне нужны конкретные сведения. Патрик Трифиоли аж взвился. Что значит вам нужны сведения? Я не подчиняюсь ФБР, здесь всем я командую. Боже, ну за что мне все это? Сейчас бы просто встать, улыбнуться, похлопать его по плечу, а потом пересчитать все зубы, воткнуть пистолет в рот до глотки и заставить говорить. Но нет, не сейчас. Ну, может позже. Мистер Трифиоли, вы подчиняйтесь правительству США, которому присягнули и поклялись защищать, не так ли? Да, но я подчиняюсь непосредственно оперативного штаба в Вашингтоне. Ваш штаб меня понамочил. Войтович протянул гербовый бланк. Ознакомьтесь. Буквально через пять минут бравый Патрик Трифиоли, убежденный в том, что помогает раскрыть очередное дело о терроризме, обстоятельно давал показания, сидя напротив Войтовича. Такому придурку даже не нужно после подсовывать стандартные лисы неразглашения. Но он будет убежден, что сделал все правильно и как нужно. Боже, богослови Америку и ее предприимчивых граждан всех наций и рас. Ну, за исключением. Ааа, бог с ними, всех богослови. Из показаний Патрика Трифиоли. Из-под обломков извлечены тела 31 пассажира. Сильно изуроданные, дефрагментированные. По форме удалось идентифицировать шесть членов экипажа. Пояснение аналитического отдела. Черновик. Трифиоли в курсе, что на борту изначально находилось восемь членов экипажа. Не удалось найти второго пилота и стюардессу. Трифиоли выдвинул теорию о том, что террористом, взорвавшим самолет, и был второй пилот. А после проведения в действии механизма взрывчатки, он выпрыгнул из самолета с парашютом. И стюардессу с собой прихватил в качестве заложницы. Подразделение Нацгвардии, а именно 12-я рота, прочесывает лес. Но если серьезно, то в сухом остатке следующее. Первое. На рейс Тюрих-Вашингтон было зарегистрировано 142 человека, плюс 8 членов экипажа. Найдены и идентифицированы 31 пассажир. В это количество входит 6 членов экипажа. Второй пилот и одна из стюардесс пропали. Кроме того, бесследно исчезло 119 пассажиров разного возраста и эпоха. Списки предоставляются отдельно. Второе. Обломки по правому борту исследованы сотрудниками научно-технического подразделения. Обломки излучают в гамма-спектре, проецируют радиоактивное и магнитное поле. След постепенно рассеивает. Исходя из феноменальных обстоятельств, подозревается контакт с неопознанным летающим объектом. Рекомендуем запросить помощь куратора. Вернувшись в место крушения, Войтович и Сандерс пили кофе в кабинете. Сандерс ел китайскую лапшу из пакета. Заказать тебе парочку, Джон. Нет, я это дерьмо не ем. Сандерс надменно хмыкнул. Что там по Патрику-то, Фиоли? Сандерс поставил пакет с лапшой на стол и Войтовичу пришлось оттянуть свои бумаги. Смотри, куда ставишь? Что там? Ну быстрее! О нем не стоит волноваться. Он сейчас лечится от острой лучевой болезни. Кроме того, пострадали его люди. Кто и сколько, не знаю. Радиация. Ну да, о том, что нужно вовремя фон мерить. Соображают только наши спецы. Да и специальных лекарств у них нет. Ладно, хрен с ним. Он мне не понравился. Что по куратору? Сандерс поднял дипломат с пола, раскрыл и протянул Войтовичу тонкую папку. Запрошена конкретная информация. Кроме того, на анализ биокомпьютеру были предоставлены фрагменты обломков, которые подверглись непосредственному проникающему воздействию. Отлично. На сегодня ты свободен. Завтра с утра будь вовремя. Ты будешь мне нужен. Поедем навестись нашего умника. Илона Маска. Войтович кивнул и раскрыл папку, давая понять, что разговор окончен. Первый лист содержал общие сведения и список вопросов, которые были транслированы в биокомпьютер на рассмотрение куратора. Вопросы были очевидно и известны. Войтович интересовало только ответы. Он быстро пробежался по заполненному бланку анкете и нашел то, что искал. Из аналитического доклада сотрудников, взаимодействующих с куратором. Вопрос. Почему произошло крушение? Ответ куратора. Крушение произошло из отказа в системе электронно-цифрового контроля, отказ двигателей, нарушение психической стабильности пилотов. Вопрос. По каким причинам? Ответ куратора. Изомощенного навреденного психокинетического излучения, сформированного и концентрирующего в световом потоке. Вопрос. Кто это сделал? Ответ куратора. Неизвестно, мне цивилизация или представители не имеют физических сил, но обладают разумом. Я чувствую нечто в злове вещей или эгрессивной нами для вас. Вопрос. Им нужен биоматериал? Ответ куратора. Вероятно, если ваши люди пропали или эгрессивной нами, или этому происшествовала вспышка света, то эти цивилизации вились в возможности, конвертировались в биологические субстанции или в энергию. Вопрос. Это могут быть проявления духовных сил, состоящих из энергии. То, что мы считаем ангелами или иными существами энергетической сущности. Ответ куратора. Я запрещаю вам поиски и контакт с этими существами. Я чувствую их врождебность. Вопрос. Они могут быть ангелами? Ответ куратора. Я отказал издавать листами на ратвилет. Войтович дочитал доклад до конца и написал на титульном листе. Проект. Ангельский звездопад. Впереди предстояло много работы. Войтович убрал доклад и вынул с тола пакет с недоеденной, холодной лапшой из китайской забегаловки. Накрутил на вилку и поднес карту. Пахнет недурно. Можно еще парочку заказать. Если вы думаете, что это не доказательство существования инопланетян, то вы правы. Доказательств намного больше. И на нашем канале мы раскроем все тайны и доказательства их присутствия. Подписывайтесь на канал и высылайте мне на почту свои истории, связанные с пришельцами. Контакты вы найдете в разделе о канале. Если вам не ответят, значит я еще проверяю вас. Ведь специальные службы всех стран объявили охоту на меня. Но вместе мы заставим власти раскрыть всю имеющуюся у них информацию. Ведь люди должны знать правду.